Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Леумед» в ближайшие полчаса проведем вместе. 2019 объявлен Годом молодежи, поэтому мы приглашаем в студию лучших представителей молодежи. Своей историей успеха сегодня поделится наш земляк-предприниматель, выпускник университета штата Аризона, стипендиат президентской программы «Балашак», один из участников недавнего форума «Одаренных детей» Ернар Самтиков. Ернар, рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Асель. Большое спасибо, что пригласили. Вы, как я уже сказала, являетесь уроженцем города Кокшетау. Какую школу закончили? Я родился в деревне, но с раннего возраста я жил в Кокшетау, поэтому, да, я считаю, что я кокшетауский парень. Я ходил в среднюю школу номер 16, там я учился до 6 класса. После этого я поступил в казахско-турецкий лицей и закончил уже там 11 классов. После казахско-турецкого лицея я поступил в «Балашаку», в Америку, получается, университет штата Аризона. Я закончил в 2014-м, после этого 5 лет работал в Астане. И вот сейчас приехал с недавнего времени в Кокшетау и занимаюсь здесь предпринимательством. Для того, чтобы поступить на учебу за рубеж, тем более стать стипендиатом президентской программы, нужно наверняка, ну, понятное дело, да, что нужно много работать. Но я так думаю, вы, наверное, очень много участвовали в интеллектуальных конкурсах, да. Какие победы у вас именно в школьном возрасте за плечами? Ну, моя олимпиадная жизнь началась очень рано. Получается, при школе я участвовал на олимпиаде по математике, еще в 16-й школе. Там я занимал призовые места внутри школы, к сожалению, у меня не было призовых мест в городской олимпиаде. Но это, наверное, такая судьбоносная, если так посмотреть на мою жизнь, то все где-то что-то, такие вот мелочи, обстоятельства, которые повлияли... Неслучайные случайности, да? Да, неслучайные случайности, которые сильно повлияли на меня в хорошем плане. Когда я был в 6-м классе, я очень сильно заболел, у меня была двусторонняя пневмония. И я почти месяц пролежал дома и особо не готовился к олимпиаде городской. После школьной я занял первое место и должен был участвовать в городской. И я думал, что я не смогу попасть на городскую олимпиаду. То есть с больными легкими я пошел на городскую олимпиаду в 6-м классе. Естественно, я усиленно не готовился, я не смог занять призовое место. Но мое участие повлияло на меня, как мне прислали лицей, потом сделал приглашение, чтобы поступать к ним. Пришло домой, это на почту, вот если вы помните, обычная такая бумажка, конверт. Мы редко проверяли почту и тоже мой отец почему-то, говорит, в тот день я захотел проверить почту. И там как раз было это письмо, приглашение казахско-торецкие лица. А так я об этом слышал, но не задумывался, чтобы туда поступать. И получается, это было стимулом подготовиться к лицею и пойти сдать вступительный экзамен. Казахско-торецкий лицей, насколько я знаю, вы закончили на Алтенбельге. Да, я закончил в лицее на Алтенбельге. До лицея я был больше такой активист. В учебе у меня было все хорошо. До 4-го класса у меня была единственная четверка по русскому языку. А после 5-й, 6-й я учился отлично. И больше участвовал в творчестве. Я танцевал, я ходил на танцы. Читал стихи, тоже так, на областных конкурсах. И был больше социально такой активный, нежели в учебе. Но ваш любимый предмет был биология? В школе нет. В школе тогда биология только начиналась. У меня был любимый предмет математика. Поступил я в лицей. Там вот началось. Я, наверное, благодарен своему первому учителю по биологии. Это Джингис Арас его зовут. Человек, который... Чтобы пойти на определенную олимпиаду, там тоже свой внутренний конкурс. Естественно, приоритет всегда у всех была математика. Потому что в лицее логика и математика – это очень важные факторы при поступлении. Естественно, мы все мечтали попасть на олимпиаду по математике. Но благодаря, наверное, кабинету биологии, благодаря истории успеха старшеклассников, что биологи хорошие места занимают, что есть какая-то система. И мне стало интересно. Я начал более активно изучать. И Джингис Арас, мой учитель по биологии первый, он доверил мне. Он меня принял к себе, во-первых. Я по вступительному экзамену среди олимпиадников, я не самый умный был, далеко не самый умный. Но он все равно видит, что ребенок рвется. И поверил, и взял меня к себе. Начали готовиться. Первые результаты я показал сразу в седьмом классе. Получается, где-то через полгода. Первые полгода мы просто учились, и через полгода мы нас распределяли уже на олимпиады, на кружки. И вот за несколько месяцев я освоил достаточно материала, чтобы участвовать на олимпиаде. Можно, Ирнар, не так подробно, но хотелось бы услышать самые значимые ваши победы в интеллектуальных конкурсах во время, пока вы учились в школе. Почему этот вопрос? Я понимаю, я хотела бы, чтобы телезрители наши, ребята, которые хотят в будущем поступить за рубеж, примерно понимали, какие ступени нужно пройти на пути к такому успеху. Ну, хорошо. Я это ввел к тому, что олимпиада, она может начаться в девятом классе, может в одиннадцатом, а может и раньше. То есть, если у вас какие-то есть интересы, то обязательно им следуйте и трудитесь. Очень много надо учиться. Школьная литература — это совсем мало для олимпиады, это вообще очень недостаточно. Находить ресурсы. Здесь во многом я хочу обратиться к школьникам, которые готовятся к олимпиаде. Нужно поменять подход, нужно не ждать, пока знания вам дадут, да, учителя расскажут, разжуют, вы просто все это примите. Нужно требовать знания, нужно искать ресурсы. Тех же самых числей вы можете расспрашивать, просить дополнительные книжки. Сейчас век интернета, очень много информации полезной в интернете. Это все нужно сидеть, искать самому. Очень такая хорошая формулировка — требовать знания. Требовать знания. Не ждать, пока нам пережить. Отвлекаясь немного от темы, скажите, сегодня в казахстанских школьниках, в казахстанских студентах вы видите вот такое качество — требовать знания, да? Это часть такого критического мышления, да, ориентации на поиск знаний. Я считаю, что немножко наша система образования немножко устарела. В общей школе, наверное, точно, потому что деток мы учим так, что учитель делает все, детки просто это принимают. И очень редко… Пассивно принимают знания. Пассивно принимают знания. Пассивно принимают знания, да. Или не принимают даже. Или не принимают, да. Просто пассивно слышают. И у деток складывается ощущение, что все вокруг им должны что-то объяснять. Типа, то, что я принимаю, это уже хорошо, это уже круто. Так это устаревшая система знаний, либо это менталитет казахстанских школьников? Я думаю, это вообще в целом менталитет всего, наверное, мира, где… То есть это система образования построена в индустриальный период, когда государствам, государству нужны были специалисты узкоспециализированные, которые будут работать на заводе, там, на шахте, там, где-то, где-то, и которые будут выполнять одну и ту же функцию. Следование инструкциям строго, лет 40-50, тесты все, черновики, там, все-все-все, это все говорит тому, что вам должно быть все делать четко, аккуратно, от себя ничего не добавлять, только вот следовать инструкциям. Требования современного мира, рынка, это, как вы сказали, креативность, критическое мышление, старая система образования, я считаю, что не покрывает эти нужды рынка. Ну, Эрнар, подождите, у нас в школах внедряется обновленное содержание образования. Кстати, хотела спросить ваше мнение, как человека, который видел другую систему образования, как вы вообще оцениваете? Там есть очень такие интересные или спорные, да, или такие моменты, которые вызывают какие-то разногласия касательно, допустим, критериев оценки знаний, получения этих знаний. Я считаю, что это вообще в целом большую систему, тяжело что-то менять, но смотря со стороны, наблюдая за динамикой именно развития образования дошкольного в Казахстане, я думаю, что у нас в общем все хорошо, в плане того, что прогресс такой явно ощутимый, и это прям чувствуется. Я служу по деткам, которые были на форуме, у меня очень много родственников, племянников, у них уже мышление не такое, как было у нас, они не ждут, они стараются, что-то ищут, они активно используют все эти, активно используют другие ресурсы, творчеством занимаются, каждый чуть ли не третий что-то хочет сделать, какой-то вклад внести. Они не скованы вот такой вот рамками, они такие активные, я думаю, что у нас, если все будет так продолжаться, то будет очень все хорошо. Естественно, есть, так как это устаревшая мощная система, тяжело все это менять, мне кажется, тяжело больше всего учителям, потому что какое-то обновление приходит, мы же требуем от учителей, и, наверное, дань уважения учителям, потому что, имея какой-то огромный опыт, работая в определенной системе, они сейчас больше всех учатся, больше всех переучиваются, чтобы дать деткам реально нужные знания. Поэтому я считаю, что все нормально, сейчас динамика хорошая, судя по деткам, потому что они все такие активные, все что-то хотят. Ну, если есть нюансы, то это пройдет со временем, поэтому хотел бы переложить ответственность учителей на деток больше, чтобы они уже, в принципе, достаточно взрослые, чтобы понимать. И вот, считаю, что детки должны сами требовать знаний, так как это делается в Европе, в Штатах, система построена на самообразовании. Я учился в американском университете, профессор дает какие-то базовые знания, все основное мы делаем сами за поиском. Он дает нам ресурсы, направляет. Я считаю, что в целом задача учителя — это направить ученика, а не полностью морожевать, а ученик уже должен сам искать и учиться. Вот если переходить уже от школьной системы образования к вузовской, допустим, вот да, действительно, мы сегодня много говорим о том, что нужно отходить от европоцентристской такой точки зрения и формировать уже собственную модель, которой мы можем гордиться, да, и получать конкретные уже результаты. В то же время мы сегодня все равно продолжаем ориентироваться на Запад, да, вот даже исходя из нашего с вами разговора, чем отличаются казахстанские студенты от европейских вот на сегодняшнем этапе? Я считаю, что у нас фокус, очень сильный фокус на именно школьное образование. Мы можем смело гордиться нашим образованием до четвертого класса. Мы в топ-5 входим в мире по результатам наших деток на олимпиадах, на разных. То есть начальные классы супер хорошо работают, самые обычные школы даже. Я считаю, что у нас был правильный концепт всегда. Это вот главный учитель, как мы говорим, единственный учитель, который в основном ведет все предметы. То есть там учитель тогда понимает каждого ученика, он достаточно долго времени проводит и уже находит подход. До четвертого класса в Казахстане с образованием все круто, я так считаю. Это прямо на мировом уровне. От этого не нужно отходить, наоборот, нужно это усиливать. До девятого класса я считаю, что все неплохо. Вот если туда чуть-чуть добавить вот это самообразование, чтобы дети понимали, чтобы детки понимали, что нужно самим учиться все-таки, а не все ждать со стороны помощи вечной. О переходе к графике казахского языка на латинцу, как интересно ваше мнение услышать, опять же, как человека, который учился в Америке? Я считаю, есть плюсы и есть минусы. Из минусов… Мы вот в этой студии много слышали мнений именитых ученых. Как раз было бы интересно, я просто не знаю, что они говорят. Это хорошо, что вы не знаете. А вот о минусах, мне кажется… Скажите, все, что думаете. Что, возможно, будет какая-то такая, мы называем это гэп, пространство между поколениями из-за того, что потеряется какой-то набор знаний, писанных книг, которые на кириллице это все были написаны. Ну, из плюсов латиница… То есть сейчас язык науки — это английский. Если мы с детства родители научим писать на латынице, да, то это сблизит их к английскому языку и далее откроет доступ к новым языкам изучения, и это будет огромным плюсом, я считаю. Как раз-таки вот когда мы вас беседовали как-то с вами, мы познакомились с вами после форума «Одаренных детей», да, и вот вы высказали такую интересную мысль. Ну, в принципе, эта мысль не нова, конечно же, о том, что нужно изучать английский, и причем не только потому, что это сегодня модно и креативно, да, и это полезно, но и потому, что английский в целом, это вы сказали, что это инструмент познания мира. Мне, кстати, в интервью с другим Балашакером приходилось слышать о том, что английский… Такое интересное сравнение, такая метафора, что английский — это язык, ой, это ложка, это столовый прибор, который мы черпаем и пробуем интересное такое блюдо под названием «жизнь», да, ну, очень так образно, красиво сказано. Я не смогу так краснелечиво сказать, конечно, но абсолютно согласен с этой метафорой. Английский — это просто инструмент, надо воспринимать его как инструмент, как данность, как факт. Есть мир, есть наука, есть много книг, много знаний, которые… Английский как ключик, наверное, вот они все спрятаны в какой-то коробке для тех, кто знает английский. Зная английский, вы получаете этот ключик и открываете, и для вас открывается целый мир. Очень много онлайн-ресурсов. Сейчас университеты с такой тенденцией, они выкладывают бесплатно свои курсы, материалы. Сейчас детки могут в свободном доступе получать курсы, которые преподают в MIT. MIT — это топовый университет, в общем, во всем мире. И это все бесплатно. Единственный входной критерий — это знать английский. Хан Академии, Корсера, очень много Код Академии. То есть много-много ресурсов делается для деток бесплатно, потому что в целом весь мир, ну, люди, которые стоят у стоков этих компаний, они понимают, что за знания необязательно сейчас много платить. То есть не должно быть так, что человек, у которого есть деньги, он получает знания, а все остальные нет. Они сделали это все бесплатно, доступно. То есть человек, который реально знает и учится, он будет, то есть будет равенство какое-то. То есть мы не виноваты, в какой семье мы родились, в каком окружении. Этого не можем выбрать. Но дальше это уже сейчас, это старается все делаться так, чтобы человек, который учится и хочет стремиться, чтобы у него были все инструменты для этого. Я считаю, что английский — это как раз-таки один из таких инструментов, который вы можете сами выучить, сами получить и дальше открыть себе путь к большим знаниям. — Знаете, изучать английский — это один из секретов вашего успеха. У каждого есть своя, как мы привыкли говорить, формула успеха. — Формула успеха. — Вторая формула, вы сказали, очень такая интересная. Life long learning. — Life long learning. — Это стремление учиться всю жизнь. И вот очень интересную мысль вы сказали о том, что мировые компании, такие как Google, Facebook, IBM, вы назвали, сегодня не требуют наличия диплома, а их больше интересуют навыки. Прокомментируйте, пожалуйста, свою мысль. Я думаю, что эта мысль будет очень интересна нашим телезрителям молодым. — Ну вот, ребят, все вы знаете такие компании, да? Google, Facebook — это, наверное, лидеры индустрии уже много лет. И если там сидят очень умные люди, очень-очень умные гении своего поколения, и если они говорят, что, ребята, не обязательно вам диплом, главное — обладать навыками, то это значит, о чем-то говорит. Поэтому считаю, что... То есть раньше, как у нас система диктует, да, мы говорим, хорошо учись в школе, хорошо учись в университете, получишь нужные тебе знания, и потом будешь хорошо работать. Сейчас это только один из... То есть это одно из выборов. Университет, конечно, дает намного больше, чем просто знания. Дает тебе нетворкинг, дает тебе огромное количество друзей, знакомых, будущем, связей там. Ты вырабатываешь там навыки, кроме технических знаний и таких специализированных, коммуникативных. То есть университет сам по себе хорошая школа. Но это не единственная школа, где вы можете получить эти навыки. Просто я хочу, чтобы детки понимали, что формальное образование только один из путей. То есть у вас есть еще другие варианты. Не обязательно учиться в университете. Это не как единственный фактор, чтобы прям получать эти знания, навыки, отрабатывать. Вы можете сразу работать. Можете учиться онлайн на специализированных сайтах. Можете... Есть сейчас такие курсы, специализация называется. То есть это не полноценный диплом, да? Но это говорит о том, что с сертификатом наличие, что вы освоили какой-то навык. Вы можете построить себя из таких вот навыков, создать себе хорошее резюме, которое, в принципе, может... Эти курсы как раз преподаются топовыми университетами. То есть сами университеты, можно сказать, сами себе конкурируют. Но это делается все потому, что правила сейчас... Компании диктуют индустрию, и компаниям нужны хорошие люди, хорошие специалисты. И университет не всегда может подставить таких специалистов. Поэтому они больше обращают внимание на навыки. Эти навыки олимпиадникам... Олимпиадники очень хорошо развивают эти навыки, они сами этого не понимают. Мы учимся самостоятельно учиться, самостоятельно... Вот то, что в школе хорошо, это вот олимпиады. Вы сами учитесь, очень много ресурсов открываете, очень много литературы читаете. Там и развивается критическое мышление, понимание, какая информация более важная, какая... И все остальное. Я считаю, что олимпиада мне очень в жизни помогла в плане моего мышления, в плане моего подхода к учебе. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня, мне кажется, очень интересный и динамичный такой диалог идет с Була Шакером, предпринимателем. Почему он предприниматель, мы узнаем чуть позже. Ирнаром Самтиковым вы можете позвонить по номеру 25-25-05 и напрямую задать вопросы нашему гостю. Ну и хотела бы вас спросить, хорошо, оставим тогда обучение за рубежом, тему. Мне очень интересно, почему вы, имея такое элитное, престижное образование, такой диплом университета штата Аризона по специальности биомедицина, вернулись в Кокшетау. Кстати, между Кокшетау и Америкой у вас еще был период работы в Астане, в крупных компаниях. Да. В каких? Я работал в компании Медтроник. Если загуглите, то это топовая компания, номер один по производству медицинского оборудования. Я там работал специалистом по клиническим исследованиям. Компания очень шикарная. Я там, у меня был очень хороший руководитель, и много навыков я получил именно там. Вы открыли, для того, чтобы было телезрителям понятно, да, в настоящее время вы возглавляете компанию, которая занимается, ну, Центр здорового позвоночника, да. Вот, опять же, вопрос, почему вы решили уйти вот с таких вот именитых компаний, да, и открыть свое дело в маленьком скромном Кокштал. Ну, я всегда хотел открыть свое дело, давно, я к этому долго шел. Мое первое дело было Центр PlayStation, то есть люди, вот, это было давно, как, сразу после того, как я переехал, закончил университет, и это был мой первый предпринимательский опыт. Далее было несколько фейлов таких, я пытался, мы делали деревянные очки, солнечные деревянные очки, в оправе, то есть предпринимательство у меня было, жилка это была, я всегда хотел этим заниматься. Но по разным причинам как-то, ну, не получалось что-то, что-то, и в какой-то момент я потерял уверенность в себе. Я подумал, ну, буду как все, буду работать. Но эта мысль меня никогда не покидала, даже работая в таких хороших компаниях, мне через какое-то время становилось скучно. Я понимал, что я не так развиваюсь, что это не то. Одной из моих таких больших целей, это была полная финансовая свобода, пассивный доход, то, что об этом многие пишут, многие говорят, ну, в истинном понимании, да. И я понимал, что работая где-то на кого-то, этого никогда не добиться, либо добиваться очень долго. А мы хотим все и сразу, я хочу все и сразу, естественно, такой юношеский максимализм. Вот вы открыли центр здорового позвоночника, фериалы, да? Да, это франшиза, а Иконе, это, у меня несколько причин, почему я выбрал Иконе. Первое, что это шикарные результаты. То есть я в интернете не нашел ни одного негативного отзыва, людям это помогает. Второй приятный бонус, что это казахстанская компания, то есть это наши казахи, казахстанцы придумал Акатович Баймагамбетов. И эта компания есть на международном рынке, в России, даже во Франции и в Голландии. Такие центры есть. В каком виде вы примите свой бизнес как успешный, да? Ну вот такая формулировка, вы поняли, да, я думал? Ну вот, есть определенная ценность у каждого человека. Для кого-то это просто финансы, для кого-то это что-то. Я хотел найти такой компромисс, где я помогаю людям, в то же время хорошо зарабатываю. И вот Иконе идеально подошло под эту систему. Мы оздоравливаем людей, это все делается недорого. И это дает быстрые результаты. Потому что в современном мире люди не хотят долго возиться, лежать. И это все делается без лекарств, натуральным образом. Без лекарств, без операции. Это мануальная терапия? Это не мануальная терапия, это специальные упражнения, которые позволяют именно задействовать глубокие ленивые мышцы позвоночника, которые отвечают за осанку. А побочные эффекты правильной осанки – это лечение протрузии, скальоза, грыжи и разных-разных болезней опорно-двигательного аппарата. Вы снова задействовали, я так понимаю, свою формулу постоянного, непрерывного обучения, да? И прошли обучение, да, дополнительно? Да, я учился у самого основателя гимнастики. Я всегда стараюсь читать бизнес-литературу, прокачивать, потому что это все-таки предпринимательство. Здесь как это рынок акул, да? Здесь нужно быть хватким, нужно обладать навыками такими, немножко быть смелым, понимать, что в любой момент это все может сработать, может не сработать, идти на риски. Это все, наверное, приводит к какой-то дискомфорт и стресс самого заурядного человека. Поэтому приходится себя воспитывать, быть незаурядным человеком, которому все это, который смелый, которому это все не чуждо. Жизнь предпринимателя, тем более молодого, привыкайте, что к вам будет относиться вначале несерьезно, встречает всегда по одежке. В данном случае одежка – это ваш молодой возраст? Ну, я считаю, что я уже не молодой, но все равно… 27 лет. 27 лет, да. Но это все равно влияет, то есть, когда мы говорим, я основатель какого-то, что-то, чего-то, люди так смотрят, типа, ты больше похож на школьника или на студента. Это где-то минус, где-то плюс, но в целом, когда ты договоришься об аренде помещений, о таких вот технических вопросах, люди больше доверяют взрослым людям. Молодые люди часто ассоциируются с несерьезностью, с таким инфантильностью какой-то. Ну, провожают все-таки по уму. Ну, провожают по уму. Я знаю о ваших планах, о том, что вы планируете обратиться за поддержкой к местным властям, да, и развивать, помимо того, чем вы сейчас уже занимаетесь, стем-образование в Кокшетау. Можно об этом узнать подробнее? Да, конечно. Все это делать будет… План у меня прописан почти на пять лет, чем я хочу заниматься. Естественно, много чего поменяется в зависимости обстоятельств, но цели есть. Первая моя цель – это до конца развитие Айкуне, то есть я взял франшизу на Кокшетау, на Петропавловск, то есть и получается Акмольмская область, и Северная Казахстанская область. Первый этап – это вот открыть побольше центров, оздоровить побольше людей народной настоящей нашей казахской гимнастикой. Второе – это стем-образование. Не важно, получится ли мне поработать со властями или нет, в любом случае я буду это делать, потому что я считаю, что как раз стем-образование воспитывает в детях нужные навыки для будущего, как креативность, критическое мышление, способность решать проблемы, способность быстро обучаться, потому что знания сейчас очень быстро развиваются. За последние 10 лет было придумано больше знаний, чем за последние 100. То есть сейчас динамика активная, и такой ключевой навык быстро учиться. И я считаю, что стем-образование – это как раз-таки такой инструмент, ключ для наших деток, которые будут развивать у них эти навыки. Как будет выглядеть стем-образование? Это будут центры, классы, кружки? Это будет в советском понимании, оно выглядит как кружки. На самом деле мы говорим это стем-лаб, лаборатория. Но на самом деле это, как обычно, как вы сказали, кружок. Детки будут заниматься инженерией. В плане инженерии, например, они будут строить из подручных средств, из деревяшек, из шприцов, гидравлические какие-то станции, катапульты, строить мосты из палочек отмороженного, чтобы они выдерживали 10-20 литров. Встретили, вроде маленькая палочка, используя именно знания физики, химии и остальных таких точных наук. И, конечно, ваша цель, чтобы в каждой школе была такая лаборатория? Конечно, цель, чтобы в каждой школе в Кокшетау была такая лаборатория, чтобы у детков был вот этот кружок, где они захотели. Там же будет робототехника, то есть это строить роботиков, которые будут выполнять определенные функции, базовые знания, программирование. Я считаю, что как английский, программирование лет через пять это будет, как сейчас все должны знать английский, через лет пять все должны знать базовое хотя бы программирование, что IT внедряется во все сферы, от образования до медицины. Сегодня мы много также говорим об открытом общественном сознании. Я так понимаю, что открытое общественное сознание, оно у вас, безусловно, есть. И в первую очередь, наверное, это заслуга от того, что вы повидали мир и учились. Четыре с половиной года вы провели в Америке. Это так? Да. Да. У нас, к сожалению, очень мало внимания уделяется особенным людям, особенным детям. Люди в советское время называли таких людей инвалидами. Я считаю, что это неправильное и плохое слово. Сегодня их так уже не называют? Так уже не называют. Сегодня они называют людьми с ограниченными возможностями или особенные дети? Да. Особенные дети. Я люблю слово особенные, потому что они такая же часть общества, как и мы все. То есть мы все одно единое. Мы не должны их вообще разделять никак. И вы каким-то образом планируете развивать образование? Вот в Америке я увидел, что все делается для этого. То есть в университете у меня были друзья, которые не могли слышать, у них проблемы со слухом. И университет предоставлял такие возможности. То есть человек говорит, я плохо слышу, мне нужна помощь. Все. На лекции рядом с профессором человек, который вот, я не знаю, как называется профессия, но вот он переводит на язык глухих. И я не знаю, у нас есть такое или нет, но если нет, это очень плохо. Если есть, то это очень хорошо. И естественно, у детей должно быть детство. У меня есть друг Даниил Ролшинов. Он учился со мной в университете Аризоны. Я очень восхищаюсь его мамой. Его мама активно занимается социальными проектами. В Астане они построили инклюзивную площадку. Это такая же площадка, такие же качельки, такие же обычные вещи, то, что обычные дети радуются и играются. И для особенных детей, чтобы у них была возможность по-настоящему прочувствовать детство, как все детки. Вот. Моя цель, тоже неважно, что получится с властями, я в любом случае тоже этим буду заниматься, построить такую площадку в Кокшетал, чтобы наши детки могли почувствовать детство. Пойти позаниматься. Позаниматься, покататься на качельках, пообщаться. Время нашего эфира подошло к концу. Я хочу вам пожелать успеха во всех ваших начинаниях. Вы развиваетесь везде и сразу, сразу в нескольких направлениях. У вас инклюзивное образование, стемообразование вы хотите, вы в бизнесе. И я вам желаю, конечно же, больших успехов. И хочу сказать, что, глядя на таких молодых людей, как вы, верится в то, что у нашей нации большое будущее. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем нашу беседу. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был предприниматель, выпускник президентской программы «Балашак» Ярнар Самтиков. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова